Мотоцикл не спасает от пробок? Не, не спасает. Не спасает ни мотоцикл, ни терпение. Первый будний день после перекрытия коммунального моста не задался для автомобилистов с самого утра. Сначала в пробку встал съезд моста 4-го на Дубровинского. Не все хорошо было и на Октябрьском, а на Ярыгинском проезде водители и вовсе простояли весь день. Как вам сегодня ситуация на дорогах? Отхватительная. Нечего сказать. Я тороплюсь в клинику и даже не думал. Везде пробки на каждом шагу. Хотя в день такой, что не должно быть пробок. Второй раз попадаем уже. Второй раз? Да. Как думаете, объезжать следующий? Больше сюда не поедем. Уже третий день смущает. Суббота стоим. Как вам сегодня ситуация на дорогах? Не совсем. Не совсем, моя хорошая. Много где опоздал. О, это правительство у нас хорошее. Да? Сперва не сделают развязок, а мосты закрывают. Ярыгинский проезд, как мы уже и говорили, доносили информацию до водителей города, что не стоит пользоваться Ярыгинским проездом для объезда Абаканской протоки через коммунальный мост. Это направление движения мы оставили только для жителей микрорайона Пашинова. А как ездить? Значит, ездить через четвертый мост и через Октябрьский мост. Водители хоть и предупреждали, но многие решили по-своему. Теперь путь на правый берег стал в среднем на 20 минут длиннее. Экономия времени, люди не жалеют себя. Но кто-то все же умудряется проскочить по коммунальному. То и дело, на нем появляются легковые автомобили. То ли такси, то ли не такси. Напомню, в мэрии разрешили им проезд в случае, если есть лицензия. Сегодня оказалось, что достаточно просто фирменной раскраски. А вот ГИБДД по факту требует все и сразу. И лицензию, и раскраску, и шашечку. Возможно, что некоторые автомобилисты воспользовались тем фактором, что инспектор мог общаться с другим участником дорожного движения. Но, однако, следует знать, что это не избавляет от административной ответственности за проезд на коммунальный мост нарушителям грозит штраф полторы тысячи рублей. Потому что в настоящий момент там установлен знак полоса для маршрутных транспортных средств. По записям камер видеонаблюдения в ДПС пообещали оштрафовать всех, кто не попал под критерий такси. Тем временем в мэрии появление обычных автомобилей на мосту объяснили тем, что на них могут ездить подрядчики. Примечательно, что принимать кардинальных мер по изменению схемы движения чиновники не планируют. В таких условиях красноярцам остается уповать только на время. Ремонт моста продлится 120 дней. Виктория Лопатайте, Александр Тропин. Новости ТВК.